Номер 1066. Событие дня. Второзаконие 25.17. За 16 ноября 2018 года. Читайте. Это недругам, вестыжим людям, которые нападают на тех, кто у нас в друзьях и заливают их гадостью всякой. Безбожники, амалититяне. Наше объявление даем. Кто-то откликнется. Ну вот, за прошедший день, какие были тут разговоры, не могу. Добрый вечер, дорогой Игнатий Тихонович. Прошу прощения, что отнимаю ваше время. Но очень хотелось получить у вас ответ. Мне 52 года, проживаю в Санкт-Петербурге. К вере стало приходить несколько лет назад. Стыдно признаться, но я прожила долгую бесполезную жизнь. Семьи у меня нет, то есть ни мужа, ни детей. В профессии я тоже ничем не отличилась. Да и вообще ничего доброго не сделала. Изучаю слово Божье самостоятельно. Наставника не имею. Слушаю часто ваш канал и еще очень люблю ролики Сергея Парализованного. Правда, познакомилась заочная с вами и Сергеем не сразу, а когда познакомилась, кое-что стало уразумевать в Писании. Возможно, я только так думаю. Но почувствовала, что то православие, то православие, которое я знал до встречи с вами, очень отличается от того, о чем говорите и как живете вы. Вы показываете истинно тесный путь, а не малиновый торт, который мы видим в церквях и на проповедях. А самое главное, меня стал волновать вопрос, который, собственно, я и хочу вам задать. Возможно ли человеку одним своим желанием и делами прийти к Богу, или только факт избранности самим Богом является для него возможностью спасения? Это она все пишет. Никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от отца моего. И в ваших роликах я слушал, как вы рассказывали о дне и счастье, когда с вами произошло рождение свыше. А если такого человек не чувствует, и более того, чувствует, что он многогрешен, то есть ли надежда на спасение? Но есть одно место в Писании, которое мне позволяет надеяться. Это женщина-хананьянка кричала, помилуй меня, Господи. Но он не отвечал ей, пока ученики не стали просить отпустить ее. А то кричит за нами. Господь сказал, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как я понимаю, к овцам моего отца, Бога отца. Другими словами, Бога Израилева, к тем, которых он приведет ко мне. Имеется в виду не территория земли, а территория Бога. Для этой женщины не было благословения отца, чтобы она пришла к сыну. Но вера ее заставила дерзать и просить милости у сына. Поэтому Господь не называет ее среди своих детей, а только среди псов, не имеющих благодати. Она стяжала смирение не от Духа Святого, а от веры. И сын помиловал ее. Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Еще одно место, которое я прошу прощения за свое рассуждение, понимаю, как подтверждение отделенности для Бога. Не мир принес я, но меч, то есть разделение. Евангелие не для всех. Одни примут по благодати через отца смирение от Духа Святого, другие по вере через сына смирение от веры. А остальные им не дано. Если соблаговолите, то ответьте мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если не было рождения свыше, но есть и вера, и дела веры, то можно надеяться. Еще вопрос. Крещение меня тоже волнует. Вопрос крещения. Меня крестили в возрасте приблизительно 10-11 лет. Ничего не объясняю. Крестила бабушка, неверующая, но крещеная. По послушанию я выполнила то, что от меня хотели. И в награду, в кавычках, получила в тот же день после крещения сережки и проколотые уши. Я сомневаюсь, что крещение было истинным, и думаю, что нужно принять его заново по всем правилам православия. Простите за долгое письмо. Заранее благодарю за ответ с уважением Ольги. Ну, заранее как можно благодарить? А то вот привыкли это. Будешь ли благодарить? Конечно, надо Бога благодарить за все. Я пишу. Заходите на наш библейский православный сайт. И там среди ответов посмотрите, в какой из 55 папок ваш ответ есть. Вот я сказал. И сразу сейчас покажу, где это ответы есть. Это во свете Библии. И вот 4124 ответа. Вот что интересует? Рождение. Вот так. Вот оно, рождение. 43 пункт. 43 папка. Его нажмешь вот так вот. И сразу пошли вопросы. Почему мы должны верить Библии? Ведь писали люди, переводили на русский язык тоже люди. И, следовательно, должно сказывать соблияние субъективного характера. Вот все вопросы и вопросы. Любой, кто растет. И вот так вопрос. И сразу открывается ответ. Курсивом жирно. Это места из священного писания. Вот так. Я возвращаю назад. Вот мой ответ, который включает в себя это. Рассуждения ваши хороши. Но без рождения свыше все мимолетное. И к делу спасения может и не относиться. Ибо сказано же было самим Господом нашим Иисусом Христом. Это Евангелие от Яна. Третья глава. Третий стих. Вот мы его и читаем. Иисус сказал ему в ответ. Истина, истина, говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие. Пример женщины только здесь, на земле. Так. А для преображения бессмертной души нужно родиться заново. Но крещение можете принять. У нас в июле, то есть 7 июля, каждый год в озере такое совершается. Если 7 июля попадает на какой-то другой день, то... Ну, первое воскресенье после этого. Вот в девятнадцатом году как раз попадает. Может, и правильно. Ну, так вот видится. Вот так. Ну, то есть что-то много пропуск. Сейчас я могу даже убрать его. Вон ты инстаграмм наших фото. Вот. Виктора Старикова «Лягушка». Это великолепное исполнение. Девочка поет текст песни Аркадия Кобякина. Шел парнишка по опушке, сам не зная куда. На пути поймал лягушку около пруда. Приоткрыв глаза, та сказала вдруг, «Отпусти меня на свободу, друг». Припев. «Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И исполни в награду три желания твоих». Три желания парня мучат, загадать не смог. Загадал нам первый случай золото-мешок. Он теперь богат, на судьбе не рад. Деньги жизни его превратили в ад. И припев. Захотел парнишка власти, здесь в краю родном. Срок проходит, и парнишка выбран королем. Он теперь богат, на судьбе не рад. Снова наш король к озеру идет. Здравствуй, милая лягушка, сердцем отзовись. Вместо денег, вместо власти я прошу любви. И лягушка вмиг свой сменила риг. Смотрит наш король, девушка стоит. Вот так. Ну, девушка одна поет, и поет хорошо, мне понравилось. Вот, сейчас я даже могу показать. Где-нибудь. Сейчас зайдем здесь. Православная. Вот она поет, девочка эта. Шел парнишка по опушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку, около пруда. Та, закрыв глаза, прошептала в руку. Отпусти меня на свободу, друг. Требуешь, что тебе надо. Я помочь буду рада. И награду исполню. Три желания твоих. Три желания мучат парня. Выбрать он не мог. Ты на первый случай выбрал золото-мешок. Он теперь богат, но судьбе не рад. Деньги его жизни превратили в ад. Требуешь, что тебе надо. Курбака, курбака. Я помочь буду рада. Курбака, канатка. И награду исполню. Пожелания твоих. Ну, понятно, как поет девочка все. Конечно, если бы там были кто родители верующие, она могла петь совершенно другой. Например, есть такое тоже там стихотворение одно из ирландских мелодий. Был у Христа младенца сад. Там много роз растил он в нем. И трижды в день их поливал, чтобы плесть венок себе потом. Когда же розырос свели, детей еврейских созвал он. Они сорвали под цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что цветы остались мне, сказал Христос. Из цветков они сплели венок колючий для него. И капли крови вместо роз щело украсили его. Я не подготовил это, но можно будет найти. Это музыка Чайковского и Ребикова. Повторяю, из ирландских мелодий. Вот это она бы сыграла. Ну, тут, видимо, так-то. Кто родители, не знаю как. Что это? Почему? Так. Вот теперь дальше. Марина пишет. Спасибо, Христос. Благодарю вас за ваши молитвы. Бывший начальник почти все отдал. Слава Богу. Она была у нас здесь, Марина. Сейчас ее священник сказал, ну, она набирает там в Германии ухаживать за стариками. Поехать на несколько месяцев. Я говорю, батюшка, хороший тебе совет дает. А что, начальник-то не отдает? Как быть? Деньги она отработала в пекарне, не отдают. Пойди к батюшке там у себя на Украине. Ну, еще как скажет, так и сделай. Конечно, стали молиться. День прошел, она пишет. Благодарит за молитву. Начальник все вдруг отдал. Тут даже не разговаривать еще нет. Пустое место звонит. Сергей Игнатов. Мир вам. Благодарю руководителя нашей группы Виктора Савченко за доверие по части ведения занятий. Однажды по его просьбе я как бы подстраховал его и провел занятия. Тогда на меня восстал бесяра через мою жену. Так что пришлось ее вразумить по мягкому месту, чтобы не мешало. Теперь не мешает. Но в рабочие дни у меня нет возможности активно участвовать в занятиях. Много дел навалилось на работе. В воскресенье мог бы, но полагаю, что каждому из нас нужно быть готовым к тому, чтобы безложной скромности и робости взять знамя из рук нашего командира. Должны в этой роли, на мой взгляд, побывать все из нас по очереди, по графику. Поэтому нужно послушать каждого из нас. А итог подведет наш духовный наставник, советник и помощник Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что мы все его духовные щадо, которые должны возрастать и не останавливаться на пути к Господу. Лично себя я не считаю достойным на фоне наших мужей и братьев во Христе. Аминь. Сергей Автушенко. В данный момент приняли решение, что противостектантские занятия продолжат вести Сергей Пупков в старой группе. Толкование пока будет отложено. Ну, вчера говорили на это. Сергей. Такие занятия требуют активного участия каждого из нас, а также иметь в своем багаже аргументы из священных писаний и канонов церкви. Знать историю церкви и жития святых. Сергей Автушенко отвечает. Да, Игнать Тихонович советовал просчитать то, что прошли, и найти дополнительные места писания в защиту православной позиции истины. Игнать Тихонович, благодарю за вас, ваш ответ. Я поняла, что рождение свыше – единственное возможное спасение. Тогда где же они, эти рожденные свыше? Где эти православные, смысл жизни которых – стяжание Духа Святого, как сказал Серафим Царусский? Для того, чтобы начать стяжать, нужно сначала родиться, а потом уже богатей в Духе. Правильно я понимаю? Ни разу в церкви не слышала подобной проповеди, чтобы люди хотя бы задумались о горнем. Я разговаривал с батюшками в храме, которые я посещаю, о том, как мне во церковице, так как я в детстве формально приняла крещение, а к вере стала приходить только сейчас. Мне надо спеть ветер, что ничего не нужно, кроме того, чтобы ходить в храм, исповедоваться и почаще причащаться. Я вот думаю, что мне дальше притворой заходить нельзя, не то, что к чаши прикасаться. Я спрашивала по поводу крещения, что крещение, которое сейчас осуществляет в храме, неистинное, так как не погружают три раза и не готовят к крещению. На что мне ответили, что у нас минуты свободной нет, и вы еще тут предлагаете нам вас погружать. Значит, все сплошное лицемерие и фарс. Люди даже не подозревают это то, что то, с чем они занимаются, не имеет ни малейшего смысла. Если нет благодати, то и обетования не могут исполниться. Что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Это о ком речь? Разве не о тех, кто в завете с Богом? Или такие, как мы, псевдоправославные, могут собираться и просить? Многие не понимают, почему написано в Евангелии, а не исполняется. Еще я думаю, что быть псевдоправославным страшнее, чем неверующим. Не о таких ли православных сказано, царство небесное, подобное человеку, посеявшему доброе семя на поле своем, когда же люди спали, как мы сейчас спим, в полнейшем невежестве и беспечности, «Пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы». Это и есть псевдоправославные, которые по внешнему виду в церкви не отличишь от рожденных свыше. Правильно я понимаю, что такая участь православных... Так, «И Господь эти плевелы соберет во время жатвы и сожжет». Правильно я понимаю, что такова участь православных, не родившихся свыше? Потому что написано, что они на одном поле, но один сын царствия, а другие сыны лукавы, лицемерно исповедующие. Еще, если лучше, что у нас есть в православии? Свет, который у нас тьма, то какова же тьма? Простите, Игнатий Тихонович, что вновь отняла у вас время. «Я буду изучать ваши бесценные труды, если позволите, то приеду к вам на крещение, если, конечно, Господь разрешит. Мира и добра вам и всей деревне потеряю к этому потерянному раю, потерянному для мира сего, с уважением Ольге». Ну, я ответил, дал уже маршрутку, как приехать. Ну, и надо теперь посмотреть, что у нас тут есть. А у нас тут кое-что есть. Вот мне один пишет, уже давно, Владимир Иванов. И не знаю, кто он такой, как, кто за этим скрывается. Фотографию не выставляет, на контакт не идет. А пишет вот как. Вот если вам видно, прочитайте. К нам решили ехать, значит, едем. Вот, затрат вам не принесем. Вот с нами едет Федор, 19 лет от роду. Хотим его познакомить с вашими ребятами и девушками. До встречи. Обнимаю, целую в плечо. Ваш Владимир. Слава Христу. Я сказал, ни под каким видом. Категорически запрещается приезжать. А он дальше пишет. Короче, встречайте. Если нужны деньги, можем выслать. Хорошо бы купить баранчика. С нами будет вот так вот дальше. Потом дальше он пишет. Так, решили приехать. Нас будет пятеро и отрок. Если надо, привезем таджиков. Они смирные будут заработать. За них платить не надо. Слава Христу. Дальше он говорит. Если не хотите, чтобы мы к вам приехали, значит, не поедем. Навязываться не станем. С уважением, Владимир. Дорогой Игнатий Тихонович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Ну, не знаю, о чем он. У меня нет рождения тут. Игнатий Тихонович, вы мудрый, удивительный человек. Счастье вам слышать. Вас, видите, слышать. Спаси Христос. Ну, а далее о себе пишет. Мир, мир, мир. Я пишу здесь только проповедей. А он пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, смотрю ваши проповеди и ролики. Слава Христу, вы истинный Северный Златоуст. Ангела-хранителя вам в помощь. Обнимаю вас. И надеюсь на встречу в следующем году. С глубочайшим уважением к вам. Всегда ваш Владимир Иванов. Ну, такие места, даже так. Все, можно сказать. Надо теперь показать, что тут у нас на стол прибыло. На стол вот что прибыло. Вот такая вот. Я не знаю, как тут. Алферов. Российский ученый. Взгляд Нобелевской премии. Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью по рыночной цене, то зачем мне такое государство? С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эти заботы на нас самих, пусть исчезнет. Нам будет гораздо легче. Вот так. Ну и здесь получил книги человек один. Вот. И порядок такой, чтобы сфотографироваться. Но он один снимок показывает. Два. Новый Завет получил. Ему цены нету. Полное толкование Новый Завет. Потом вчера прислал. Только что получил. С Ленинградской области. Вот. Ну и просил тут второй том и четвертый. Посыл и к истинному православию. Получается, шесть книг уже получил. Все. Ну и здесь Азия Сааким был в гостях у священника Петра Михайлева. И вот так сфотографировался. Это и надо показать. Какой-то шлем. Все тут. Ну, батюшка там наш был. В руке какая-то палочка. Ну, показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Так. Форум наш. Православный форум. И вот во свете Библии 13100 видеороликов. Подписчиков 27 тысяч. 27 миллионов просмотров. Вот так. У нас маленькая посещаемость. Потому что материалы серьезные. Вот за 6 часов 4 просмотра только. Но день назад, утро, снег, уголь. Володя там есть. То тут уже есть цифра другая. 5146. Вот он. Ну, и так остальные там, которые. Вот из Америки беседуем. Там 190. И православный библейский сайт. Тут все абсолютно есть. Что только захочет человек. Виталий Калинников зашел. Нате Тихонович. Ну, тут все-то такое. Вот так. На этом, можно сказать, сегодня все. А что делал? Да что ты сидел в избе весь день. Голубям слазил. Накормил воробьев, жуланов. Большое. Молиться. Вот. Чтобы не меньше 7 раз в день. По 100 поклонов. Вот 700 поклонов. Каждый раз 3 святое. Целый список, и за кого молиться. Каждый раз берешь список, но тут не видать. За здравие. Путешествующее. Ну, и прочее. Каждый раз. Продолжение следует...